Здравствуйте! Буду разбирать траву по группе трудящихся на камеру. Так-то я бы ее разбирала без камер. Флоксы. Из Лискина. Из Лискина. Вы вполне можете заварить их вместо лепестков розы. И выпить на ночь. Очищают сосуды. Кровеносные. И успокаивают. Ну или используют в каком-нибудь мешочке. Как какой-нибудь ароматизатор. Какого-нибудь белья. Какая горпость. Мято перечное. Практически прессованный блин. Но он еще не совсем розовка. Оказалось. Может придется ему сушить вообще в сушилке. Потом маленькая лепестка. Чтобы получить на ночь. Сейчас чмолочу. Мериса. 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 Ан coach. Мериса. Если что, потом потом пересмотреть этот ролик. Вот, значит, где едет. Такс. Ну, одиночко. Валезет он сюда, я не могу. Да, к сожалению, у меня здесь холодильник работал. Ну, уж не описывайте, как в России, так в России. Кому-то не понравится, кому-то, может быть, подойдёт. Такс. 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 пересохший кусочек и 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 Как-то она мне куда-то, может, четыре назад сказала, что когда еще не было этих опоспаскивателей всяких шампуней, то она, там, моя мама, они как-то так, может быть, в ее родовом городе. Короче, делаю эту тварь. Насколько я буду. И я качаю, где-то волосы. Может, конечно, это еще мешочком. Может быть, даже в этот. Угу. Вот. 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 Ленточка от бывшей деревянной баночки. Конкурция с двумя лунами. Вообще, бамбуковые баночки. Палочки с бамбука. Ну, бамбук же тоже дерево, в принципе. А вот. 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 вот я его Munich от Бархатца, а мы сейчас Taliesi. то, что собрала зубр page. вот вот здесь я то, что собрала поток, вспомнила то, что собрала выдрах и использовала этот какие, подносят. Честно не помню как она называется, все время это гусиная травка, потому что она росла, вот обычный допор деревенских растет, цветет маленькими цветочками, листья похожи на листья бархатцев, а еще наеднее. В общем она помогает при корите или других расстройствах желудка. Ну и если вы хотите допустим похудеть, с помощью каких-либо гимнастик, упражнений, правильного питания как это называется, точнее если вы хотите есть допустим курочку, грудку в такой случае, ограничить там какой-то как-то свой рацион. Ну и короче если вы хотите похудеть и походно думаете о попить какой-нибудь ровный чай, то ее можно тоже использовать или в составе какого-нибудь сбора, или просто чисто или без никто, скажем так. Тут у меня еще красный клевер, но я его зимой положу, красный клевер, полезен для сердца, у меня у балушки было лекарство, даже спрей, но в основе именно из экстракта красного клевера будет. Можно заваривать красный клевер зеленым чаем, хотя мне один заваритель говорил, что в таком случае типа по сердцу будет еще хуже, но я его заваривала зеленым чаем, но мне нравилось. У нас в деревне с ним как-то немножко напряг с этим красным хлебом, волосина попалась, что-то по всему моя. поможет даже и нет. Я не знаю, какой это моя. У меня вроде как квадрат матерфель волоса. У меня хоть сейчас стоит лицом к окну, то бишь камера на меня, и должно быть светлее как бы. Но из-за того, что окно и это первый этаж, там обычно вблизи где-то люди шастают. Хоть я и оставила открытую только форточку, но возможно будут слышать какие-нибудь голоса. Ну уж не несутся. Опять же это как бы тестовая СМО, попросил человек, и я не уверена, как он выйдет, но попытка не пытка. Надеюсь, кому это понравится. В крайнем случае, как минимум, польза от этого ролика будет информативного характера и я, если что, буду знать и ждем, на что находится. Даже при монтаже, потому что, скорее всего, придется вставать, выключать, выключать заново, и мой кусок травы находится на окне, часть травы, и у меня не настолько минные руки. вообще эту травку я собирала немножко мне попалась в прошлом году, и когда я делала сбор для похудения или как-то так, для одной девицы, которая уже меня не смотрит, кажется, для Тани Китаевой, то, да, у нее есть канал на YouTube Таня Татьяна Китаева, кажется, так и называется. Если она, конечно, не переименовалась, то вот там как раз так можно было добавить эту травку. Но у меня ее было очень практически в минимальном количестве, и оно бы никакой роли не сыграло в таком виде. поэтому я решила оставлять в этом году, если получится. И вот выдох внезапно ее обнаружила прямо на территории своих родственников. Кажется, здесь остался водильный. Вот немножко еще я собирала, если отсыпется, то положу в отдельное место. И еще чуть-чуть совсем по логераме, которая помогает присутствовать, если делать из нее ванная, а также она полезна для работы. Вот этот шарик, в нем было что-то от Ифраши, мне его подарила зрительница Ира, в которую я приезжала. Первая верующая игрушка в прошлом году. Красная игрушка. И еще думать, что это игрушка. В итоге я решила, что лучше подписывать это. Ты уже на месте подписывала. Ну, наверное, сейчас... Ну, у нас вообще тут с манночками. Сюда, наверное, можно этот самый убрать. Такий ясный клеер. Вот и решил дожрать мясо. Ну, тут подфартило. То ли это все какая-то легкая, не знаю. Вообще-то легкая в мокром виде. Небольшое сварить в 2 раза больше становится. Обычно же мясо уменьшаться должно, когда его варишь. Не знаю, ни разу не варила легкая. Как бы я тут как-то аккуратненько так вожу, да. Но, на самом деле, просто тут еще некоторые травки. Вода сверху полилась по трубам. Прелести бытия на первом этаже. Как раз немножко красавника. Может, не весь клевер-то влезет. Но зато у меня есть клевер красный. Нормальное количество. Интересно, как кот идет, слышу. Да, я думаю, вот это. Хотя можно показать, знаете, немножко. И трамбовать, скажем так. Видите, какой-то пол. Трамбовать. Трамбовать. . Экзавый. Т çünkü с роста в общем тонкой. Вообще, я попросила человека создать микростане, потому что у неё он как раз там только-только начинал зацветать. Кстати, они в два захода в это лето идут, там даже и белый есть, мне это всё время только сиреневый до голубой попадались, а на том месте, где у нас раньше был, он что-то весь как-то исчез, но под это можно. Ага. Нужно наловим губом, как говорится. Да, а потом он, наверное, не улетит. В этой баночке раньше лежал кристаллик. Так, футбас ещё и осталось. Эх, блин. Я помню. Я буду открывать аккуратно. 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 Я боялась, что она была не полная. Я буду открывать аккуратно. 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 А так можно использовать как тоник для лица или делать примочки, если у вас какие-то воздражения на коже. Добавляем сливочное масло. Хождение по мукам, пока после 5 до 10, мне немножко темно, я включила свет, хотя хоть все еще на том поместье. Пришлось обварить некоторые баночки, коробочки, ну допустим та вещь, которая как бы в пакетике, еще в баночке, видимо, чтоб место не занимало, вот баночка из-под вкусного чая Гуанинь от товарища Влада, еще такая же баночка с чаем есть где-то стоит, с таким же по-моему. Ну и, что тут у нас, а у нас тут много чего. Раз уж оно пошло так, то я довезла. Вот этот я скорее всего это тысячелистник, который кстати есть в составе, допустим вот так вот, Лидочка. Тише не надо на окно лазать. Я еще там и настолько все освободила, чтоб ты лазал и ничего не шарахал. У тебя есть вполне себе хороший подоконничек и даже окно в той комнате практически пустое. в общем, тысячелистник есть в скрабике, вулканическая пенза и тысячелистник от Гринвамы для ног. У меня остатки этого скрабика хоть уже и были после баночков, но бух, я по-моему начала тихо говорить, а сейчас говорю уже нормально. Ну я вроде как не слишком близко сижу к фотоаппарату. Короче, вот там есть вот этот, в этом скрабике, который все еще никак не закончится. А это фесилистик. Если я ничего не путаю, то в него тоже добавляют. Да, вот мешочек, конечно, надо бы наверное постирать, но ладно уж. Добавляют сборы, если вы хотели или хотите похудеть, то у меня там есть еще мешочки. Какая-то сейчас упадет, наверное. Мешочек из-под пудера, когда в целую коллекцию собирала. На этот мешочек лучше. Не помню, есть ли у меня тут еще тысячелистник или нет. Но пока я его сюда положу. И свежесобраны, в смысле, тут цветочки от него на этой на салфеточке нападали, насохли. Салфеточка. Видно лица заходит оттуда. Проверим телефон. А в принципе, я могу на вибро поставить. Все равно же буду монтировать. И мне где-то через час хвостиком надо будет продвигаться. Остатки красной на родину собирать. Лежал в камеру в эту сторону. Этот дурик что-то по окну пытается ползти. Так что надо его сложить в эту травку. В общем, не подписывать. И печенизник. Ой. Вот. Его собирала у нас дома в деревне. В огороде. Да, маленькую бумагу взяла. Ну вот я тогда вот так положу. Тишка, не надо это есть, пожалуйста, не жри я, Тишка. Это, конечно, вырежу, потому что от такого громкого гряка можно проснуться и исходить от себя, мало ли. Ну, вот, конечно, тут еще хули, да, местами. Ниже веревочки-то просто, не реже. Ну, ладно, пока я этой завяжу. На стенодина ее можно разрезать. Вот этот цветок, он уже высох, и на нем нет такого какого-то конкретного цвета. Он был, по-моему, синий. Мы не знаем, что-то такое. Я в деревне выдрах у родственников нашла. Там нескольких и было, но я взяла вот одну веточку. Я просто, пожалуй, в какой-нибудь мешочек положу. Чтобы, даже, может, пока сюда вот уберу эту баночку. На случай, если в руку. Да даже просто вот выкачивание волос. Я иногда делаю, и иногда такой какой-нибудь сбор. Сюда пока поставлю, чтобы не мешалось. Тут у меня немножко пизма, которая, вообще-то, желчегонная. Ну, и она попутно помогает против судорог в руках и ногах. Можете делать тазики. Я вот как раз ее советовала своей подружке велиководорстной. У нее судороги ножные, вдруг, внезапно случились. В 79 с хвостиком, почти 80 лет. И можно делать, завариваете, отвариваете, ну, в общем, делаете отвар. И выливаете в тазик. Ну, минут 15. Ногам надо будет посидеть, когда смотрите. Не знаю, вот в коробочку я. Потому что у меня еще где-то она должна была быть. Да, наверное, вот здесь где-то еще была, в каких-то сворточках. Ну, пока вот эту банку беру. А опять салфетка. А вот сюда попало немножко. В лимон герани. А, да, у нас маленькие баночки. Из-под чая. Кажется, это первая баночка, одна из первых баночек. Когда мне Юлька за определенные услуги решила послать чай. Первый раз вот в таких маленьких баночках. Чай, кажется, был из урца. Так, тут у нас остался на этой газетке листья и семена подорожника. Листья, ну, сами понимаете, полезные. Если не понимаете, загуглите. Я сейчас не вспомню, но составы тоже кладется. А вот что хочу сказать про семена. Если вы вдруг решили забеременеть, заделать ребенка, но ни у вас, ни у вашего партнера сию не получается, либо у кого-то из вас не получается, то совет такой в течение месяца. По чайной ложке семян на стакан заварить кипятком. Настаивать полчаса, пить три раза в день. Вместо чая даже можно этот стакан делить на три части. Ну, как использовать, как заварку. И в течение месяца пить. И как советуют говорить, точнее, народными и сыном. Если верить в этой легенде, то будет вам счастье. Женщина сможет беременеть, но мужчина сможет ее благотворить. Вообще, я так бы проверяла на одной своей клиентке, которой общалась давно. Ну и, насколько мне известно, вполне удачно. Это уже на тот случай, когда вы прошли кучу всяких медицинских обследований, и вам говорят, да нифига у вас ничего не будет с дитями. Или попейте кучу таблеточек, которые нифига вам все равно не помогут. Так что, подорожник, семена его, помимо прочего полезного, ну, добавляют, короче, семена тоже, в цепи, в сборы травяные, общевукрепляющие, но подорожниковские семена способствуют предотвращению бесплодия ижанского и как бы муштого. Не знаю, насколько это вообще, конечно, СМР, потому что я начинала жить тихо, но, считывая, что у меня вот по холодильнику шурчит, что вода иногда в ванной вьется у соседей, которую он через мои трубы, через основные трубы. Конечно, можно было бы это сделать отдельно, и семена, и в сану, но думаю, что мне нужно вот что-то. Раньше я заготавливала семена отдельно, делала, потому что у меня одна знакомая усиленно пыталась сделать ребеночка себе, но так как она все равно неравномерно пила или забывала, или еще что-то, и вроде как уже и даже врачи уже говорят, что да, ты сможешь, мы делим тебя. Я просто уже думаю, есть суть важная, делать отдельно, отдельный сбор вот этих вот товарищей, семян, потому что я-то просто планирую сделать таким-нибудь сбором, уже потом делать, допустим, семя подорожника, теплей, ромашка, липа, которые в этом году не случилось, а не собрать земляничные листья, что-то еще. Можно туда добавить, допустим, плоды шифровика, либо его лепестки, или ту же самую розу. Ну, конечно, если вы ее собирали в экологически чистом месте, не поймите где, и эта роза не была куплена в каком-нибудь магазине, каких-нибудь там цветов, типа живых. Что-то у меня потом, наверное, придется пупом этой, потому что, если я и стараюсь аккуратно, но что-то, наверное, падает куда-нибудь. Один карастральничек. Хотела сказать, что вы не помните, куда я его девала, но так как вы еще даже не видели это на канале, я уже вспомнила, куда я его девала. Мистик какой-то неверный. Вот чего там. Ну, семена. Так, сейчас буду вспомнить. Отсюда эта крышечка. А нет, вот отсюда. Хотя они вроде похожи. Тень-джень все. Вот, подружник. А нет. Вот я как-то не экономична, но чей-нибудь гряд отрезаю как скотч, но как-то уж как выходит. Мешочки мне на полу покладывали, тут у меня лесная пенеменика, листики. Лиза, не правда ли? Так, в какую-то баночку мне их брать? Или птичка? Я не знаю, как раз этот мешочек можно и убрать, ну что вот этот большой, мне кажется у меня еще она где-то была, возможно по каким-нибудь мешочкам, в смысле ой 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 осторожненько. Очень хорошо в составах сбора по очищению сосудов, по общему оздоровлению организма, тех же самых сборах для похудения. Ну и сама по себе можно с черным чаем ее смешать и зеленым. В прошлом году у меня было довольно ее мало, поэтому это мой сбор, который я делала для бывшей соседки по магазину, хозяйки кодой своей тети, ну все чисто просто на пробу как-то, сбор для очищения сосудов, там не было земляники, вместо нее была аромата. Но вот мои тети считают, что земляника было бы вкуснее. Дети пульсуют, как мы слышим. Ну я не знаю, я слышу насчет лапочки, иногда я это не слышно. Надо мне достать сейчас еще кое-что. Камера у меня походу скоро разряется, но я постараюсь сейчас как-то побыстрее сижу, уже без похудок неизвестно куда. У меня тут роза. Еще у меня тетя очень много выращивает всяких разных роз, еще лилий, флоксов и прочих цветов. Ну и вот экологически чистая роза и стала. Она у меня еще с того момента, когда я в деревню в последний раз уезжала на две недели. Просто как-то я не думала, что я так долго там буду, точнее как бы я думала, но я не думала, что... Надеялась, что кто-нибудь ее придет поливать, допустим, цветы, наверное, родня, которые всего лишь один раз поливала. Они высохли, конечно же, но выжили. И, короче, может быть, уберет, догадает, скажет, Люля, хочешь, я уберу, куда-нибудь эту розу. Но я ей не сказала, она чистила. И цветы в итоге поливала только раз. Такие дела. Да, лепестки розы маленьким детям перед сном за полчаса можно заваривать в роли легкого снотворного, фитоснотворного. По чайной ложке. Ну, можно так их мелкими сделать, да, чтобы измельчить. Чайная ложка на стакан. Она такая, в принципе, интересная по вкусу. По вкусу, в принципе, такая же. Ух, тут у меня лук попал, лук, лук случайно. Видимо, все-таки, когда некоторые коты тут шарахались по газете, то, вот, у меня тут лук длинный, сох. Как бы не только трава, но как бы приправой его использовать. Положаю его пока, наверное, эту крышечку. Хотя этой крышечкой я сейчас закрою. И у меня тут посельки. Пока была возможность, я собирала. Но потом уже уехала в деревню. И, кажется, Васильки уже выдрались. Роза. Ну, вот, подключена. Сейчас, правда, дети у меня довольно громко орут. Ну, хоть и микрофон сюда стоит лицом, камера с микрофоном. Я не знаю, будет слышно или нет. Надеюсь, что ничего громко будет слышно. Хотя, вот, хоть, допустим, громко, мне кажется, открывается. Но, к сожалению, этих детей не попросят заткнуться, сказают люди, дети. Я тут СМР снимаю, пожалуйста. Орите потише. Орите потише. Ох. Отсюда мы, наверное, вот берем засуну. Закрыла курточку. Потому что, ну, нереально так орать. Иногда мне кажется, что они специально у того, под окнами людей. И дети. И у меня фотоаппарат практически разряжается. Я думаю, что, может быть, даже не вся трава тут запишется. И буду я ее уже собирать без камеры. Зачем так орать? Как-то их режут, это дети. Не дети, а какие-то генераторы. Идите вам на речку. И о речи там, сколько лет. Вот потому я и люблю переезду в деревню. Хотя у нас сейчас там тоже детей что-то. И мы не знаем, не я. И это. И мы не знаем, что они делали. Ох. Думаю, что сенький барны. Как правило, не полная. Но у нас тут, ребята. Ох. 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 Ощущение, что два листика взяла. Плашет. О, блин, ну ладно. Я бы взяла какой-нибудь закон на равных детей вблизи первых этажей без причины. Но какие-нибудь мамочки-руляшки будут лопить истерии. Ну, как обычно подружка мне сказала, кто-то жаловался, что типа запретить поездам гудеть. Я думаю, блин, ваши детки иногда так орут, что лучше запретить вашим деткам орать. А, вот у меня, слышите, кстати, отсюда. Поехали, успокоился, только я останечек. Надо куда-то его убрать. В общем, у меня вообще тут остается эта гора травы. Но основной, кстати, как я уже недельно пережила, я все же собрала на камеру для вас. Вообще-то для себя она показала вам, как это делается. В общем, надеюсь, все-таки ордите или там шум холодильника, сток воды в ванной не сильно так вызвал у вас неприятные эмоции. Ну, в общем, всем спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok